Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Гарри Поттера Тайная Комната. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую часть главы, которая называется Грязнокровки и Голоса. Сегодня нас ждет вторая часть этой главы. Ну что, поехали? Большим красным мечом клофлом забивают головы, пояснил Гарри. Игроки пасуют его друг к другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по три на каждой половине поля. А четвертый мяч? Четвертый золотой снич. Он маленький, летает быстро и поймать его очень трудно. Это сдача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снич. Его команда выигрывает, потому что получается сразу 50 очков. А когда ловец спой на Гриффиндра, благовейно прошептал Колин, Даки вновь Гарри. Они уже вышли из замка и шагали по мокрой трассе траве. Еще в каждой команде есть вратарь. Он охраняет кольца. Вот, кажется, и все. Но Колин не переставал засыпать Гарри вопросами всю дорогу до сопротивного поля. Но Гарри избавился, но только перед входом в растевалку. Пойду, почую себе местечко получше. Пробещал ему спину Колин и побежал к трибунам. В растевалке все уже были в заборе. Фред и Джордж Уисли, заспанные все ирочные, сидели рядом с четверокурсницей. Алисия и Спинет, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них съевали два других охотника. Кэти Белл и Анджелика Джонсон. Лучший был ботер и энергичен. Сна не в одном глазу. Ну, наконец, Гарри. Что-то так задержался. Повернулся к нему. Вначале, позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето. И уверена, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат. Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича. Испещенное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске. Стрелки ожили и стали ползать по схеме, как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику. Фредо Уизли уронил голову на плечо. Алисия явственно захрапел. Объяснение первой схемы ушло 20 минут. После чего Вуд достал вторую, за ней третью. Гарри чувствовал, что засыпает. Все, я громко спросил Вуд, вырвав Гарри из объятий свадочной дремы. Как раз в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. Вопросы есть? У меня есть Оливер, разлепил глаза Джорджа. Почему нельзя было рассказать? Ну и все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше. Вопрос Вуду явно не понравился. Запросните свой повысил он голос, закинув собравшихся неодобрительным взглядом. В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали особые обстоятельства. Гарри виноват за Ярисал. В том семестре во время последнего матча он лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндер вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние 300 лет поражение. Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. В прошлогодний Ресхром мучил его до сих пор. Приготовьтесь, нам предстоят в этом году упорные тренировки. А теперь применим новую теорию на практике. Воскликнул он, схватил свою мету и поспешил к выходу. За ним, поселывая на негнущихся ногах, двинулась вся команда. Ну и зеренул живут из вложения своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще с слоями лежал туман. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибуне Рона и Гермона. Вы что, еще не закончили водилу с Рон? Еще и не начинали, брукнул Гарри с завистью, глядя на то, с чем им, которые друзья прихватили с собой после завтрака. Вуд объяснил ему новую тактику. Он оседлал метло, толкнулся от земли и взмыл в небо. Голодный воздух хлестнул по лицу и распредел куда быстрее, чем нудные объяснения Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем. Гарри на полной скорости облетел стадион, обогнал Фреда и Джорджа. Что за странные звуки, удивился Фред, когда они долетели до конца поля и развернулись. Гарри бросил взгляд на трибуну. На самом верху они увидели Колина, он без остановки щелкал камерой, звуки на пустом стадионе разносились необычно громко. Посмотри сюда, Гарри, сюда, отчаянно залупил Колин. Это еще кто, спросил Фред. Не знаю, собрал Гарри и резко рванул с места. Для чего же ему надоела эта медуза? Ну что происходит, довольно нахмурился, подлетевший к ним Вуд. Почему первокурсник нас снимает? Мне это не нравится. Вдруг этот шпион из Лизерина пытается заснять нашу новую программу? Да нет, он из Гриффиндеровского гола Капитана Гарри. Кроме того, Оливер с Лизеринцем шпиону не нужен, заметил Джордж. Что ты хочешь этим сказать? Бросил на него подозрительный взгляд Вуд. Что они и сами уже здесь. Джордж указал на игроков в зеленой форме, которые с метлами на плечах выходили на поле. Откуда они взялись, сжал в блоке Вуд. Я же забронировал стадион на сегодня. Ладно, сейчас разберемся. Разозлившись, он так резко ушел вниз, что приземление оказалось весьма чувствительным. Его слегка подшатывало, когда он двинулся к Слизеринцам вместе с Гарри и близнецами. Флинд рявкнул Вуд, обращаясь к капитану соперников. Сейчас наше время. Мы встали чуть свет. Убирайте их отсюда. Маркус Флинд был крупнее Вуда. Гарри иногда казал, что он смахивает на тролля. Вот и сейчас у него на лице играла глуповатая улыбка, как у тролля, замыслившего очередную каверсу. Нам тут всем места хватит, Вуд. Ну вот и все. Мы прочитали вторую часть главы, которая называется «Грязнокровки и голоса». В следующей серии нас ждет третья часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok